что показалось уже его посадили на спецрейсом на лёд и привезли его подвал 300 ночи подняли меня по привозу и мою бригаду вот я нас три человека выехали в мвд ночью в тысяча пока он летел на самолет и на машине мы приехали в мвд и сначала мы сидели в четвертой камере ходу на 4 мы только его слушали просто мы сидели его вообще пальцем трогал только работали сутки мы работали уголовники там сэмбэшники его там проводили привозили выводили они убили долбили ничего с него не могли вообще-то решим он уперся никакую целом ах бара хочу больше не говори на чеха . решет он приходит говорит вот уже руки болят ноги болят мы устали вот такие заломы мы устали убить мы его долбили как только не долбили и дубинками и кьянками там все бесполезно все как работаете там мы его раздели сначала связали раздели подвесили а его привлекло с такой бородой и мы просто простыми зажигалками все у него был исполезен вообще всю в общем а там вообще без волос паху все волосы мы сожгли если же там то есть гениталии все у него было зажарено 4 зажигалки он ушел и он не выдержал он откололся но он конечно ничего сказал да он начал отзывать там берег был что делал кое-кого назвал но не более того я считаю что мы с ним получили где-то четверть или 25 процентов того что он узнал и вот он взял не отключается за ваши правительные на какой-то зомби потом он же буль не ощущает потом празднули так же все его на внешний раздражитель никаким он не реагирует ни боль ни огонь ничего его уже не берется он такой стал вообще паразит идиотами учили и вот там красиво взяли привезли и он не оформлен не надо бумаги нету я спрашиваю как пишем он чистый без очковки раз без очковки на нашем языке он нигде не не зависит и агроза на переводе на сходу один день тупик конец пришел психолог Он говорит, верит в то, что он мученик. А я уже отмашку дал. Он говорит, отмашку отменю. Пока подожди. Я отмашку отменю. Он говорит, он считает себя великим мучеником сначала, говорит, изнасиловат, а потом перевернут в город. Только так. Тогда он как в шасси не пойдет. То есть как, ну, уже сам в район попадет. Или как в день с ним такого я. Так и буду вспомнить. И который у меня, пацаны уже работают, там уже патроны команды. Ночью его вытащили. Погрузили на машину. Это один из сотен случаев, которые, да, у меня это ощущение. Остальные, большей частью, эти самые лохобисты, они уже уничтожаются и вылаживаются на заботе. А те, которым нужно для отчетности подавить, они находятся у нас в лагере 64. Они находятся у нас в лагере 64-65. Главный палач там, то есть наш папа, который занимается токово-хадистами, это Османов. Самилия у него. Там он на пике. Он замначальник Парор. Вы, наверное, знаете, да, такое, что такое курорт это? Да, начальник Парижина, оперативно, на работе тогда. Там он большой человек, психогенник, который дает отмашку нам. Я с ним уже работаю. Он был еще старший лейтенанта на девятке. Ну, уже лет 15 мы работаем вместе. То есть Раилов был начальником нашего агентурного отдела ВМВД. Оттуда он перешел к начальнику колонии. Там мы работаем с лохобистами. Мы их просто ломаем. Ломаем, они отказываются от своей идеи. И клянутся нашему президенту, скажем ему, Слава Боганевича, в том, что они заблуждаются, что они заменяются, что они за обращение, что они труды, тайное предоставление. Для этого есть бур у нас называется. Ну, это раньше назывался бур. Это в ШИЗО есть камеры. Что называется ТПГТЯ? Там еще не камерного типа. А раньше на два футбур. Это баракусиного режима раньше. Советский военнабы. Где в ШИЗО за нарушение до 15. Чтобы они не попали ни под какую амнистию, а этих лохобистов, как они только пришли по этапу, в течение первых трех месяцев их каждый пять-десять дней сажают. Ну, его берут, напишут, что у тебя было лезвие в кармане. Объясните. Он пишет, у меня было лезвие в кармане. Сразу дают 10 суток. Напишут, что ты хотел сделать ножик, заточку. Он пишет, я хотел сделать заточку. И ему дают 15 суток. То есть, он сразу должен набрать нарушение. И если вдруг какая-то амнистия, что-то туда-сюда, два нарушения уже не попадаются. Он читает, что будет нарушиться. И вот, чтобы исключить вот такие все нюансы, и что, если приедет какая-то комиссия, начнет интересоваться. Что вы там? А, о, это ваххабицы, такая тварь, он никогда добудет правильный, но он у нас уже 10 кг. Хотя он чешет травы ниже воды. На него посмотришь, у него на лбу написано «Жертва». Он вообще ножик ни разу в руках не держал в лагере. Он вообще лезем. Его только подмахи двое. Он вообще ни к чему не приказатель. Но нужно создать все ваххабисты, все ваххабисты. Они все вот, они припираются с администрацией, они пытаются взять заложников. Там на плиту вот такую кучу. Вот напиши, что вы втроем, вот ты и ты хотели взять заложников вот медсестру Наташу Санчайски. Они, конечно, нет, вначале мы такого не хотели. И они пишут, мы хотели взять Наташу заложник. О, это шесть месяцев. И это уже преступление. По идее, это попытка совершения. Но наши молодые оперативники, такие они опытные, такие они бдительные, они предотвратили вот такой вот преступность, сохраняли эти Наташи жизнь и предотвратили побед или там какие-нибудь подсадисты. Хотя это им навязывается. Вот благодаря этому, а теперь, когда они такой напишут, против них можно применять спецресплат. Можно их дубинкой, можно использовать черемуху, что якобы они оказывают сопротивление, якобы они там пытались там оказать насилие над контролерами, там куда-то, и отправляют их штуку. А там уже он с такой тачковочкой, все, до конца срок и не дожить. Все, у него красная полоса, колен к побегу, это каждый двадцатый час, и не дай бог, он что-нибудь нарушит. Все он свежий. Вот такая вот вещь. Также среди наших силовых структур есть подразделение, которое обеспечивает финансовый интерес наших руководителей. Для этого они контролируют всю торговлю героином на территории Республики Легитана. И транспортировку и транзит этого наркотрафика. Этим занимается также агентура. «Она сопровождает, реализовывает, прикрывает и не допускает каких-либо сторожений и глине на наших лиц». То есть это уже прерогатива нашей службы национальной безопасности. И это уже совместно, так сказать, поделенная сфера между СМБ и МГЗ. И ни один грамм героина, ни один грамм каких-либо то ни было других наркотиков, без них ведома и без их прикрытия, без этой крыши продан не будет, никуда не уйдет, не пройдет. В общем, индульгенцию выдают только они. У нас в Ташкенте есть так называемый рисовый базар. У нас есть Куй-Дуб. У нас есть в каждом районе, в каждом городе, так называемый, по гостям, вот этим наркотическим деревьям. Все они до единого работают и получают товар только лишь от официальных наших квартир. Но им нельзя напрямую работать. Для этого у нас, для этого используются люди типа меня и меня подобных. И при попытке в Туркмении двух туркменов влиять на интернет, почему? Потому что героин в Туркмении заходит напрямую с Афганистаном. У них прямая дорога, они ходят через ДНС-Свободу, они там не в каких-то каналах. Вот. Они тоже попытались реализовывать товар лучшего качества и поплыли на Питину. Эти все попытки нам были самым кардинальным образом пресечены. То есть мы вынуждены были летом этого года двух этих туркменов. И на каждой тюрьме в любом лагере у нас на продаже есть все. У нас героин в каждой тюрьме у каждого контролера. У каждого контролера есть план. Ему, допустим, на смену дается 50 чеков. Вот он должен их продать. Либо выметь на вещи. Вот пришел заключенный новый хор. Хорошекожный курт. Норковый шапка там. Он хороша деталь. Вот. Это вещи дорогие. Хорошие. Вот. Контролер меняет этот героин на эти вещи. А у нас есть такой базар там в Ташкенте. Вот. И на этом базаре есть люди, которые продают эти вещи. То есть деньги либо живьем, либо любым другим путем контролер должен отдать. И на этом там работать не будет. То нам зачем нужен если вам? Несосприять молодец и коммерциал. Поэтому главным всего этого и обратно-таки за этим стоят наши шефы. Благодаря им все это происходит. И мы получаемся посредники между поставщиками и дичками непосредственно. еще сами, то есть как мы употребляем все это. И они уже и мешают там совсем. То есть получается, что правоохранительные органы сами распространяют эту задачу. Потому что без них никто ни на что ни по этому. Любая собственная затела будет тут же причащена. Срок у нас до расстрела. Поэтому невзгоник там не сможет проявить собственную зателу. Вы мне, может быть, какие-то вопросы задавайте, потому что у меня может что-то из головы так вылететь. Все, что интересует, я на любые вопросы отвечу. Вы не могли бы назвать имена, фамилии конкретных людей, которых, так скажем, убрала ваша похоронная команда? Валиханов. Он числится уже в родности с 95-го и с 96-го года. Это уже практически лет 10 Валиханов. Имя, отчество, где жил, чем занимался. И за что его убрали? Он был, он на Мангана, на Манганской области, там кто-то пришла, я не вспомнил. Он на Манганской в Валиханов и краю. Это, так, теперь он был уничтожен в 95-м году. Сейчас находится у нас в городе. Вот. Ярый выходил. Похоронен он под каштентом. Тургунов. Учинник. Чистил. Теперь. Тургунов. Алишев. Молодой. Двадцать четыре года. Он похоронен в Жюзаке, в Сан-Самарканске, он похоронен в Сляпаке, в Русске, в Русске. Один корейский парк, который в оружие не берет. Парк наложен в Сумске Брайя. А нет, Телеса, Телеса, там уже Телеса район. Телеса. Парк Вячеслав. Числится в Русске с 2003 года. Считается, что он в Белях. Телеса, Коптер-Эйки, Телеса район. Это на границе между Казахстаном. Там практически граница. Это Парк Вячеслав. Там еще была война по себе. Такое разрушенное. Вот. Ну и все остальные места, скажет мой зам, начальник похоронной команды. И я думаю, лучше документально все это показать. Там есть карта схема. То есть, вот на фотографии сзади, там есть схема. Она подразумевает, ну, сколько метров от чего. То есть, найти проблем не будет. Там все подробно в этих документах. А этих документов там около 400 листов. Там уже будет понятно. Расскажите, почему вы решили открыть эту информацию? Почему я вообще на это решил-то? В июле месяце, вот, мой папа вывел у меня в Ташкент из Рузака и показал фотографии одной женщины. Папа вывел? Это некий такой Хадрохулов. Он проводник МВД. Он мне вызвал и сказал, вот, посмотри на эту женщину. Я говорю, в чем дело? Ну, посмотрел на нее, на фотографии женщины. Там маленькая справка, где живет, где работает. Семья, дети. В общем, подруги, родственники там. Куда ходят, чем занимаются, в ходе там. Такая маленькая такая справка. Она говорит, наша большая проблема. Ее, оказывается, что эта женщина работала в ЗАГСе. И она была связана, в общем, это такая маленькая группа, в которую входит одна женщина гинеколог. Она заведующая родином отделении. А вот эта женщина, которая работала в ЗАГСе. И там в отделе, как-то он называется, там что-то. Опилки, мопилки. Короче, здесь устанавливают, как-то он такой есть отдел. Какая-то комиссия при хакимиаке, которая рассматривает вопросы. Вот это, разрешение родинских прав, опеки, усыновления, удочерения. Там есть такой, типа, департамент, что-то такое вообще. Однозначно от выборов. Нет, один мужик от выборов. Вот. Они чем занимались? Ну, очень много есть бездетных семей. И у нас есть, ну, у них, вернее, была возможность иметь неучтённых детей. Ну, какая ему студентка или какая она, путана, родила ребёнка и отказалась от него. Вот. Он ей не нужен. Для неё это проблема. Вот. И этих детей покупают вот эти бездетные семьи. И их продавали. Нет. Как будут читать они, так и жителям ближнего вида. Но вот эта женщина русская, она знала все, кого она вдавала в местики. Она оформляла детей вот этих. Вот. И, в общем, у неё, кажется, оказались копии этих документов. И, когда всплыло, что, якобы, часть детей были, там, какие-то, сейчас, в общем, какие-то стволовые клетки, это кажется, они как-то самые зимние новорождённые дети. Вот. И вот эти имплантанты от детей, они, оказывается, всем подходят, что ли, что-то там маленькое, что-то лечит они там многое. В общем, почки, печень, всё куда-то там годится. Вот именно вот в этих маленьких детях. Что-то там такое есть. Ну, я в том числе не знаю, но не так, как объяснили, я вот так вот. Так это понял, что, оказывается, можно вот в этих младенцах что-то там такое, эти органы оказываются использовать. Вот. И такая, где-то информация выпала. И после этого, когда начали копать, оказалось, что эта женщина проставляет очень большую угрозу. Она может, она может, в случае запала, то есть, если это всплывёт, она опасна среди. И для профилактики у нас точно нужно было убрать, чтобы оба, скажу, сегодня вышел. И мне, короче, сказали, в общем, займись. Ну, я приехал, кто-то тогда же посмотрел. Там, там, привет, позже подъеду. Там, девочки, девочки, девочки. Там, играется, собачка бегает. Он такая счастливая, там, дети такие вот небольшие, там, ребенку, 7 лет, 11 лет. На них посмотрел, жалко стал, да. Ну и вообще, женщина не, не самый, не наш профиль. И вообще, это, это совершенно иная вещь. Это уже чистая заказуха. Читая заказуха. Они уже свои проблемы решают через нас. И я отказался. Я отказался. Но я не имею права отказываться. Я обязан выполнять все это. Команду, да, Литва, я должен преисполнить. Но я понимаю, ваххабисты, террористы, там, другие, там. Да, они, это не божьи коровки. И с ними, там, можно было не ферремонти. Это еще как-то, можно понять. Можно как-то внутри себе, ну, то есть, как-то, типа оправдание, да. Для собственного такого успокоения. Но тут уже совсем другая пошла. Да. Потом они убрали моих двух людей. Которые, которые на них работали годами, верно и преданно. И которые в такой грязи побывали, в такую умыту нырнули. Лучше не было. На самое дно. И они, чтобы, как говорится, во-первых, это не было согласованно со мной раз. У них не было ошибок два таких. У них запор, ну, повода не было. И это сделали за моей спиной. И это делает другая бригада. Бухарская бригада. А мне делают на них, заказ на них двоих, из той бригады. Как бы нас сталкивают лбами. А вот теперь представьте, что какие две серьезные группировки нашли военность между собой. А по сути, мы все одинаковые, мы единое целое. Потому что у нас в территории, то есть в сфере влияния, у нас просто территория поделена. Они работают на войне Бухара и часть Каракалпасии. А мы работаем в тендере. Ну, как бы тендеровые. Мы ташкент. Они Бухара, Самарканд, вот, туда наводили. За Рапшан, где-то стало. Они там работают по бригадам. Вот. И в той бригаде, к мою песку, я его обучал. Я его поднимал. Я ему дал эту бригаду. И вот теперь, представляете, Слава, какая могла быть. Там уже отлетают будут шмаки, ой-ой. И чтобы этого не допустить, и чтобы уже, кажется, я много расчистяю перешагнуть. Чечея, достоинства уже, я даже не говорю. Но все равно во мне может быть какая-то маленькая толика. Вот. Осталось это самое. Ну, как вам сказать? Того вот. Я просто знаю, что это делать нельзя. И даже исполни я это, я буду по-любому. Сделай, не сделай. Я уже после такого заказа и пользуюсь от того, что у нас сейчас там чистка идет. У нас сейчас тоже там кланы начинают. Эти ушли, те пришли, там замены. Почему? Потому что жиротехов своих ставят. Межди я их сейчас своих ставят. Только один Алматов держится, но у него там тоже. Кто-то уже, как говорится, корону аннабил, он должен меня там вводить. Один на пенсию ходит. То есть у них уже тоже там начинается ротация такая. А кто захочет у своего? Вот он, допустим, вот если он владеет такой, бригады, как и таким человеком, как я. Кто захочет взять его отдать? Ну, придет он на его место. Что он? Сколько он годами с нами работал, он меня возьмет, ему передаст? Конечно, передаст. Скажут, давай много, забираем. А кому, чтобы собрать людей с двадцатилетним стажем, просто не осталось. Я один спаситель Магиканов. Многих полбивали. Стычка в лагеря, кто-то уехал, кто-то от перидорга умеет. Ну, в общем, уже от старой гвардии оставили единицы. Те, с кем я начинал в новое время в советское время. Ну, преступный образ жизни не предполагает, что он оставил дома там окружение внуков права. Очень часто бывает, что он не выживает. И поэтому, по-любому, я уже получался как списанный вариант. По-любому. Но я посчитал, что лучше эту женщину не трогать и попытаться вообще эту практику прекратить. Вот поэтому я сейчас и здесь. И мои люди уже устали. Мои люди уже не хотят. Они поняли, что ничего хорошего. Их просто используют и все. Им дают подкормку такую. Вот на тебе 50 тысяч. Ну, это где-то там 40 долларов. Он довольный. Работы нет. Он другими занимательными не может. Он не плотник, не стуллер. Он такой там. Ну, у него нет. Он не инженер, не ученый, не программист, никто. Он все. Он всю жизнь. Все. Как говорится, как Ваня говорит, украл, выпил все равно. Так как кино. Поэтому, что он делает? Что он научился? Он научился вот работать. Таким вот манерам. Все. Все. Камерные работы. В похоронной командии. Торпели. Все. И. И.